Я жду, когда у меня зарядится аккумулятор на камере. Села снимать видео об уходе за шеей, и он сел. Я так расстроилась, потому что все же он долго заряжается. У меня сейчас особый тот настрой, когда сесть, рассказать то, что знаю, то, что хочу. Так вот всегда, когда есть запал, то что-то потом может помешать. Есть желание, но нет возможности. Нет возможности, но есть желание. И вот, думаю, включу камеру на телефоне и просто с вами так поговорю. Какие-то мысли свои. Сейчас мне надо сидеть 21 день дома, девчонки. Представляете, 21 день! Офигеть! У меня Илюша заболел, и у него скарлатина, как-то так называется, болезнь. Первый раз он заболел. Ей, да и вообще, в принципе, врача приходила, она сказала, что дети болеют один раз в жизни. Должны переболеть, в принципе, эту болезнь. Не обязательно столько дней надо сидеть дома. И вообще, можно и раньше выйти, а то я вам тут влогов-то назаписываю дома. Уже от бешенства с ума сойду, потому что, ну, это сом очень тяжело, когда, да, столько дней дома. И когда ребенок уже просто психует, и ему самому тяжело. На этих таблетках, на антибиотиках насильных, сидеть без воздуха, конечно, смотрят, а. Тема! Тема! Ку-ку! Помаши рукой, помаши. Помаши моим друзьям рукой. Ну, помаши рукой. Сделай пока, сделай пока. Как ты? Вот так. Прошу за всякие шумы у вас сейчас прощения, за то, что там ребенок играется и все. Потому что я знаю, многих это раздражает. Ну, это не обычное видео, как, в принципе, нестандартное. А вот такое, просто посидеть домашнее, да, с вами. Вы знаете, я хотела давно поговорить, не то, что на такую тему, вообще не знаю, не хотела ее поднимать, но просто сказать свое мнение. Вы знаете, вот YouTube очень сильно изменился. Я начала снимать года четыре назад. Все так направлено на какую-то коммерцию, на какие-то гонки. Вы знаете, девчонки, той простоты, которая была раньше, когда я начинала снимать. И вот первые два года, пока не было никакой монетизации видео, то, в принципе, и блогеров-то не было особо, да. Были единицы, потому что кто-то в свое время особо не хотел затрачивать за просто так, да. А если кто-то и снимали из тех, кто были, и они, в принципе, сейчас остались, эти девочек. Я их до сих пор смотрю. Не осталось той простоты, когда блогер просто показывает в камеру те средства, которые, вот, на самом деле, он попробовал, девушка обычная, да, от души советует. Либо просто высказывает настоящее свое мнение. Нету подскрытой вот этой вот какого-то подтекста, что, а вдруг это было прислано, вдруг это. Конечно же, где-то плюсы, что там присылают на тестирование блогерам продукцию, все. Но когда об этом говорится, вот напрямую, что, да, вот мне это прислали, то я согласна со многими подписчиками, вот, зрителями, которые смотрят, да, девчонками, что уже потом, в будущем, это как-то пропадает доверие, когда человек не говорит об этом, что это мне было прислано. И, в принципе, как-то это скрыто так все в рекламе, что потом я вот смотрела, я к этому человеку относилась вообще очень хорошо, доверительно, по ее совету покупала средства. И потом в следующем видео, когда она показывает опять какие-то средства, я уже боюсь, я не знаю, и будет ли он так же действовать, к примеру, как она его нахваливала. Знаете, я такой человек, я не боюсь говорить правду в лицо, я могу даже близкому человеку сказать, в принципе, то, что я думаю, чтобы сказать так, и не льстить не могу я. И если это даже человек обидит, лучше это пусть будет правдой, но это будет так. Конечно же, я так же и, например, веду себя на канале. Если мне прислали какие-то средства на обзор, то я, во-первых, всегда говорю, что мне да, это прислали. Во-вторых, такой момент, например, недавно, когда мне присылали последнее, что это было премиум косметика, уход. Вот, и из всего этого я вам сказала, что мне в фаворитах, мне больше всего понравилось, вот именно паста, вот эта очищающаяся хлорофилл, которую я вам реально могла бы посоветовать, которая хорошо убирает вот эти вот застойные пятна, мне помогла. Вот с этим она мне на 100% поборолась, вот без всяких преувеличений. Я сама была удивлена. И под тем видео обзорным мне подписчица, она написала, что вот, Инна, я вот всегда тебя смотрела, такая была искренняя, а тут вот ты продалась за эти баночки. Девчонки, ну как продаться? Я себе вот эту всю серию могла бы купить за деньги. Но если мне предлагают принять на тестирование, потестировать на себе, во-первых, я рискую, рискую своим лицом, своим здоровьем. Извините меня, это тоже как бы не смешки. И для того, чтобы потом вам рассказать, как, например, это средство помогло ли мне, или как сработало на моей жирной проблемной коже. Бывают, девчонки, конечно, такие моменты, когда предлагают продукцию на обзор компании, они сразу выставляют условия, что, например, нам нужна только реклама, нам, в принципе, надо хвалебный отзыв. У меня был такой случай с одной уход косметикой, она довольно дороже, в раза в два, наверное, в три, чем эта премия. Когда мне прислали два средства, то я сразу им, во-первых, в письме сказала, что если мне не понравится, то я так и скажу. Если понравится, если вас устраивает, это мое единственное условие из всего. Они сказали, ну, хорошо, в принципе, это нам важно, и у вас есть честное мнение. И вот эта вот марка, которая мне потом прислала эти два средства, это Skin Doctors, видели, наверное, у ее многих блогеров. Я не знаю, девчонки, вот всем она что-то понравилась, а мне нет. Не подошла мне это вообще никак. Уход – это косметика. И, вы знаете, я покрылась от них какими-то, ну, как вот в термотологии, в косметологии называется, да, вообще, правильно, вульгарные прыщи. И я сразу поняла, все это, мне, значит, все средство не пошло, что-то у меня сработало. Я им, в принципе, это сказала все в видео, сказала, что это моя, наверное, такая индивидуальная реакция и все такое. Я их, извините, меня не обкакала. Но после этого началась, конечно, такая шумиха. Они мне стали писать, когда они присмотрели видео, вы вообще видели, что вы сняли? Почему вы дали нам такой у нас отзыв и все такое? Я, блин, вообще в таком шоке была. Я пишу удака, почему, если мне не подошло, почему мне обязательно должно было подойти? А почему вы так агрессируете? Это, в общем, девушка, она стала так на меня нападать, что чуть ли бы я не удалила бы видео. Вообще это надо убрать, вы нам портите репутацию, все такое. То есть, вот видите, да, во-первых, как они переигрывают и как мне нравится, если говорят правду. Я им сказала, что, опять же, повторюсь, я вас не какала на вас. Я просто сказала свое мнение. Почему считаете, что обязательно должна ваша продукция подойти? Она потом начала там связываться с какими-то ихними вот дерматологами, те, кто изобретает эту формулу в этих кремах, в этих гелях. Что их специалисты сказали о том, что такого быть не может, это вообще какая-то прям единственный случай из миллионов, что сколько их уже продукцию проводят, что вот такая реакция на кожу, какие-то высыпания, такого просто быть не может. Она мне стала это доказывать, внушать. Я говорю, она написала, вот вы, наверное, уход меняли, вы, наверное, пользуетесь каким-то другим средством. Я же вам сказала, что надо пользоваться чем-то одним. В итоге я ей объясняла и доказывала. Я говорю, ну как мне вам доказать, что я пользуюсь только вашей продукцией? Понимаете, это мы все индивидуальные, и у каждого, конечно, свое. Также, когда вы идете к косметологу или дерматологу, он прописывает определенные какие-то крема, средства, хоть аптечные, хоть какие. Поэтому вот такие бывают случаи с компанией. Поверьте мне, вот сейчас поступает, наверное, раз в два дня точно по предложению, и я просто отказываюсь от, что я хочу снимать то, что мне хочется. Вот, например, сейчас уход за шеей. Я лучше сниму это, поделюсь с вами, то, чем пользуюсь, то, что мне помогает. Я хочу, чтобы помогло вам. Девчонки, буду ждать ваших отзывов. Напишите мне вообще, что вы думаете. Я, конечно, много наболтала. Я сейчас вижу почти 20 минут. Не знаю, я попробую, конечно, опять же, отредактировать. Хотя мне многие девчонки писали, что, Инна, ты вообще не редактируй как есть, так и снимай какие видео. Потому что даже более приятно смотреть живые. Я полностью согласна. Поэтому я и больше смотрю девчонок обычных, простых. В основном те, у кого меньше подписчиков даже, чем у меня. Надеюсь, девчонки, я вас не утомила. Спасибо огромное всем за просмотр. У меня, наверное, уже зарядилась моя зарядка. Пойду дальше снимать видео.